Режиссер Игорь Коняев безусловно поражает. Заочно своим завидным трудолюбием, о котором свидетельствует его творческая биография, разнообразная в части жанров и широкая в части географии постановок. Очно своим невероятным голосом и истинно петербургской галантностью. Даже в магазине в Игоре Григорьевиче можно распознать жителя культурной столицы России. У меня был очень смешной разговор, я вам хочу сказать, в магазине здесь в Казани. В Казани, да. Меня когда видят, спрашивают, а вы откуда? Я говорю, а что? Ну вы же не из Москвы. Я говорю, нет, не из Москвы. А откуда? Я говорю, из Петербурга. И один человек мне говорит, а-а-а, из культурной столицы. Я говорю, да. Он говорит, ну понятно, приехали в спортивную столицу. Я говорю, опаньки. Говорю, а с чего это вы спрашиваете? А кто это вас так назвал, окрестил? А он говорит, как это? Мы уже после универсиады все. Мы спортивная столица России. И я так призадумался, подумал, ну наверное, да, действительно полное право, можно сказать, спортивной столицы. В Казани я не был никогда. И мой приезд в августе, а я уже здесь, по сути дела, третий месяц работаю, с перерывом, с остановкой. То вот эти два месяца летние, которые я провел здесь, летние-осенние, я сумел побывать и в Свияжске, спасибо театру. Мне помогли, организовали эти поездки в Свияжске и в Елабугу. И, конечно же, я обошел всю историческую часть Казани. И могу сказать одно, что для меня это явилось открытием. Говорю это абсолютно честно и искренне. Не ожидал я, что Казань столь красивый и значительный город. Я вам скажу, ну я бывал там, скажем, я бывал в разных городах России, скажем так. Бывал в Саратове, бывал и в Ярославле, еще где-то. Ну, и в моем представлении губернский город, это губернский город. Я примерно представлял, как устроен губернский город, что я готов был увидеть. То есть у меня были свои какие-то ощущения, но то, что я увидел в Казани, я не ожидал увидеть. Вот. И масштабы этого города меня потрясли. Игорь Коняев ставил спектакли в драматических театрах Челябинска, Саратова, Омска и Новосибирска, музыкальных и драматических театрах Санкт-Петербурга. Его спектакль «Московский хор», поставленный в 2002 году в Малом драматическом театре, Театре Европы, был удостоен «Золотой маски», а сам режиссер и творческая группа получили государственную премию Российской Федерации. Сейчас Игорь Коняев – главный режиссер Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии. А в Казани, в Качаловском театре, он ставит комедию «Укращение строптивой». Шекспир на сцене нашего театра – выбор самого режиссера. Когда ты выбираешь материал для того или другого театра, или смотришь костюм на актере, или читаешь пьесу, ты должен очень точно понимать, чувствовать, для кого ты это делаешь, куда ты пришел, для чего ты делаешь и для кого ты это делаешь. Поэтому всегда нужен период общения. Нужен период общения, период погружения и период впечатления. Для того, чтобы заработало мое воображение относительно вас, или относительно театра, или относительно города. Так и здесь. Я приехал, меня Александр Яковлевич позвал. Долго меня мучил тем, чтобы я ходил, думал, чтобы я смотрел спектакли, чтобы я знакомился с артистами. Всю эту работу я проделал, достаточно длительную, пока, наконец, ни с того ни с сего, когда мы в очередной раз заседали в его кабинете, я не брякнул, что, в общем, скорее всего, надо ставить укращение строптивой. Насколько я помню, это было неожиданно и для Славутского, и для Диляры. Они как-то так, я помню их выражение лиц, вот я запомнил, такая вдруг остановка в лицах. Знаете, так, и первый признак, который мне очень понравился, когда Александр Яковлевич сказал Диляре, а почему мы до сих пор этого не сделали? И это на подсознательном уровне, вот его эта оговорка, а почему до сих пор этого не сделали, вот эта его оговорка на подсознательном уровне сказала мне, что абсолютно верный выбор, абсолютно точно. Вот. Я надеюсь, что я оказался прав. Судить зрителю, зрители придут, посмотрят. Но вот я репетирую, мне кажется, что я не ошибся, что вот то, как я почувствовал, как я понял, что я хочу с этими людьми сделать сегодня здесь, в этом театре, вот оно сформулировалось в названии «Украшение строптивой». В Качаловском театре уже вовсю идут репетиции и шьются костюмы. Актеры в социальных сетях делятся крупицами информации, из которых можно определить, что цветовое решение спектакля красно-черно-белое, а главные роли исполняют Илья Славодский и Елена Ряшина. Премьера спектакля «Украшение строптивой» по пьесе Уильяма Шекспира в постановке Игоря Коняева в Казанском академическом русском Большом драматическом театре имени Качалова 17 и 18 ноября. Субтитры создавал DimaTorzok